МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это не модный тренд, это серьезная образовательная программа в рамках, я не побоюсь, общероссийской программы «ТЭМП». Ну, качественно, это Челябинская область. И основной задачей, основной задачей, это формирование инженерных кадров для востребования через несколько лет. Подготовка детей к производству. Сегодня робототехника – это все-таки дополнительное образование. Это уже перестало быть кружком, туда, куда приходят дети по интересу, которые хотят конструировать из лего деталей, да? Это все-таки уже именно как раз-таки образовательный процесс. Да, это образовательный процесс, потому что кружковая деятельность, которая занималась раньше, чтобы как-то детей организовать и ответь от улицы, она уходит в прошлое. Дети здесь идут целенаправленно, самостоятельно, зная, что им нужно. Поэтому назвать кружком – это нельзя. Мало того, почему нельзя? Потому что мы еще выполняем некие производственные задачи. То есть есть заказы определенные на разработку того или иного робота, скажем, даже из того же лего-конструктора. Есть задания по тематике на год, скажем, прошедший год учебный. Это борьба жизнедеятельности человека с мусором. А этот год – сельское хозяйство. То есть ставятся конкретные задачи, решать которые будут дети наши. Здорово. А скажите, пожалуйста, вот дети-то наши откликнулись на робототехнику, они хотят ею заниматься. Каков процент детей, которые занимаются этим? Ну, дети хотят, потому что дети тоже понимают, что чем махать кувалдой или копать лопатой, можно же придумать какой-то механизм, какого-то робота, кто будет выполнять тяжелую физическую работу, а человек будет конструировать, разрабатывать, программировать и управлять этой техникой. Тогда каков портрет нынешнего, получается, школьника, который ходит к вам заниматься? Это кто? Мальчики, девочки? И возраст какой? К сожалению, вот жалко девочки в самом маленьком объеме, да, у нас присутствует. Ну, наверное, это можно объяснить, то, что это будущие женщины, у них несколько другой подход к миру. Ну, основной контингент – это мальчики, которые определяются с выбором профессии, которым интересно, потому что, ну, телефоны уже, наверное, видите, и гаджеты модные. Поднадоели? Поднадоели, да. А с чего начинается их работа? Это элементарные какие-то роботы из лего-конструктора или это вообще просто конструирование? Лего – это бренд, это по большому счету такая серьезная разработанная конструкция, конструктора, которая позволяет начинать с детского сада собирать какие-то макетики и заканчивается серьезными антропоморфными изделиями, человекообразными роботами, которых можно научить ходить, приседать, плясать, выполнять какие-то функции. А вот что же хотят делать дети? Каких роботов они создают? Ну, начальное звено, конечно, фантазии – это роботы человекообразные, потом постепенно к ним приходит осознание того, что, ну, не везде форма человека позволяет выполнить какую-то работу. И уже уклон идет на современные течения мехатроника, то есть это отдельные части, манипуляторы, какие-то механизмы, раньше называлась малая механизация, сейчас вот в таком ключе. А есть ли определенный возраст, с какого лучше начинать заниматься робототехникой? Или можно вот прямо с детского саду? Осознание приходит каждого ребенка в разное время. У кого-то в 7 лет, в 6 лет. Вот. У кого-то постарше. Поэтому возраст у нас от 7 до 18 лет присутствует в нашем учреждении, и вместе они контачат прекрасно. То есть старшие получают маленьких, маленькие разинов рот слушают, внимают. Я даже так понаблюдал на занятиях, что педагог, он как организатор выступает в учебном процессе. То есть он дает задачу, а они... Да, он дает направление, а уже коллектив, уже складывается через 2-3 недели начала занятия. Такие микроколлективы, которые уже начинают работать творчески. И мы пытаемся растить инженеров, потому что профессии меняются. Через 5-10 лет вот эта востребованная профессия будет очень-очень-очень популярна. Скажи, пожалуйста, насколько необходима соревновательная часть вот в этом обучении? Или дети могут, в принципе, посещать занятия и просто уже выставлять на суд своего педагога, родителей, уже готовых роботов? У нас вся жизнь соревнований. Да, у нас продвижение по служебной лестнице соревнований, у нас обучение соревнований, получение специальностей интересной, нужной. Тоже соревнования. Даже поступление в ВУЗ соревнований. Поэтому это основной аспект. Когда детишки едут на соревнования, я говорю детишки, юноши, взрослые уже, 14-15-17 лет. Это общение, это обмен информацией, это видение чего-то нового. Потому что, ну, в интернете не всегда все разглядишь, а если разглядишь, то не пообщайся и не поймешь многого того, как это все устроено. И это создаются целые уже интернет-коллективы, идет переписка, даже создавая по заданию, скажем, на год, которое дается для выступления на соревнованиях. Они обмениваются идеями, они их не забирают друг у друга, они обмениваются информацией, предлагают дети безвозмездное решение той или иной задачи. Один предложит по механике, другой по электронике, третий по программе, как можно короче, быстро и качественно сделать. И это здорово. Кстати, как выглядят наши челябинские ребята, в частности магнитогорские, на уровне России? Хорошие результаты показали? Ну, скажем так, за два с небольшим года лаборатории, а сейчас уже центра, результаты были потрясающие. Потрясающие. Во-первых, это было новое, во-вторых, ну, магнитка, как всегда, впереди планеты всей, детишки у нас умные. Вот, поэтому были потрясающие результаты. Были и поездки на мир, и занятия на мировых соревнованиях, призовых мест. Прошедший год несколько неудачный был. Мы в Челябинске, магнитка заняла первое место. Ну, на России. Ну, это соревнования. Но есть куда расти зато? Да. Предела совершенства нет. А дети работают с чем? То есть то, что вы им предоставляете, как это выглядит? Это действительно детали компьютера, или все-таки это вот уже какая-то система, это какой-то блок? Ну, скажем так, это блочно-детальная конструкция. И из всего многообразия тех элементов, которые присутствуют, можно создавать уникальные, серьезные вещи. Ну, и что бы вы сказали, главное должно быть в тех ребятах, которые хотели бы, но еще сомневаются, стоит ли им заниматься робототехникой? То есть это математический склад ума, или это желание создавать? Вот какими характеристиками, возможно, или качеством должны обладать? Ну, деньги – это единицы. Все остальные получают свои способности за счет своего труда и процесса обучения, конечно. Всем детям надо попробовать себя в разных направлениях и в конечном счете выбрать то, что им нравится. Ведь там и творческие работы возможны. А без творчества невозможно, ведь я не могу сказать, вот сделай так или так. Головы-то светлые, они выдают такие идеи, что мы зашоренные возрастные люди, нагруженные уже, что вот есть аксиомы и немаги. А у них нет этого понятия. Поэтому есть такие решения, скажем, конструкторские, что пользуются взрослые. И, кстати, вот андроидная техника наша, магнитогорская, уже с нами по образовательным программам сотрудничает. Да, помощь металлурги молодые оказывают. В этом году очень здорово нам могли с поездкой в Казань на Россию. Значит, у ребят есть такое причина, на которое можно опереться. Ну, а я думаю, идеи они будут рождать очень много, но интересно. И вагоны маленькая и тележка. Хватило бы времени на их воплощение. Да, замечательно. Спасибо, Вадим Анатольевич, что пришли к нам в студию. Я напомню телезрителям. В гостях у нас был Вадим Анатольевич Мельников, руководитель Центра робототехники, Центра детского творчества, Орджоникидзовского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин